Приговор по убийству 20-летней давности вынесен в Корсакове. В августе 2003-го в лесу нашли тело зарезанного молодого человека, которому было 23 года. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось восстановить хронологию событий, личности двух подозреваемых и мотив. По версии следствия, участники разборки были приверженцами криминальной идеологии. Когда между отцом потерпевшего и 41-летним обвиняемым произошел конфликт, в результате которого тот избил мужчину, он, желая отомстить злоумышленнику за нанесение побоев отцу, распространил о нем в криминальной среде оскорбительную информацию. Желая выяснить отношения с обидчиком, обвиняемые его знакомые вывезли потерпевшего в лесной массив, расположенный недалеко от грунтовой дороги, ведущий в бывший пионерский лагерь. Добравшись до места, один фигурант принялся душить потерпевшего, распустившего слух, второй бил его ножом в грудь. Молодой человек умер на месте происшествия от потери крови. Подсудимым назначено наказание в виде 12 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Жители Анивы обвиняют в краже 145 тысяч рублей. Компания, с которой путешествовал 36-летний сахаленец, заехала в Красногорск. Там парни остановились у знакомого, он проживает вместе с мамой. Два дня в доме распивали спиртные напитки, их покупку финансировала женщина. Однажды у нее из кармана выпал пакет с крупной суммой денег. Этого никто не заметил, кроме фигуранта дела. Он спрятал ценную находку, а потом на такси отправился в Тамари, где какое-то время ни в чем себе не отказывал. Он снял квартиру, кормил и поил товарищей. Когда деньги закончились, гражданин вернулся в Аниву. Об особенностях формирования бюджета поездки ему вскоре пришлось рассказать оперативникам. Сейчас уголовное дело передано в суд. Сахаленца будут судить за дачные похождения. В одном эпизоде он монтировкой сломал оконную раму, открыв себе путь в частный дом, расположенный в селе Первая Пать. Непрошенный гость унес с собой телевизор, прихватил и продукты. Через пару недель в другом дачном массиве похожим способом обвиняемый проник на территорию еще одного участка. В списке потерь его владельцев дрель, наушники, два газовых баллона и набор продовольствия. Подозреваемому 47 лет, ранее он уже неоднократно имел проблемы с законом и вскоре вновь предстанет перед судом. Грузовик лег на бок в Южно-Сахаленске. Это произошло на Хомском шоссе. О причинах не сообщается. Процесс эвакуации тяжеловесной машины из кювета осложнил заполненный кузов. По словам очевидцев, во время инцидента никто не пострадал. В углегорский суд передано дело 37-летней женщине, которую обвиняют в хищении чужих денег. В мае во время застолья она попросила дальнего родственника одолжить на выпускной дочери 10 тысяч рублей. Мужчина согласился помочь, но сам не справился с операцией в банковском приложении, попросив гостю выполнить эту задачу. Во время манипуляций гражданка увидела крупную сумму на банковском счете и решила воспользоваться оказанным доверием. В течение последующих двух дней женщина не раз заходила к родственнику и незаметно выполняла переводы на карту своей дочери. Общий ущерб составил 217 тысяч рублей. На эти деньги, кроме одежды на выпускной, были куплены пара сотовых телефонов, два робота-пылесоса и продукты питания. А потерпевший, проверив баланс, отправился в полицию. Бдительная пенсионерка из Корсакова расколола афериста. Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Абонент назвал ее мамой, сообщив о внезапной смене номера и рассказал, что с ним случилась беда. Жительница портового города намекнула, что не узнает голос мнимого родственника. Тот попытался объяснить изменения болезнью и сходу поинтересовался, сколько осталось денег. Узнав о наличии 65 тысяч рублей, гражданин попросил перевести всю сумму на его номер. Тогда женщина задала контрольный вопрос, потребовав назвать день рождения сына. Незнакомец растерялся и прекратил разговор. О диалоге с мошенником пенсионерка сообщила в полицию. МВД России предупреждает. Если по телефону неизвестные сообщают о том, что ваш родственник попал в беду, о несуществующей болезни, о выигранном призе или победе в лотерее, о положенной пенсии или надбавке к пенсии, о снятии с вашего счета или карты денег, если неизвестный под указанными предлогами просит сообщить ему данные вашей банковской карты или произвести перевод денег, не сообщайте неизвестным никакие данные вашей банковской карты. Звоните 102 и сообщите о мошенничестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...